Пань Цинь Тон Дянь и молча встречают своё расстройство. На два балла обогнали Мухортова-Транькова. Как же кататься, чтобы их победить, спрашивается. Ну, если бы в компонентах побольше бы оценку получили Мухортова-Траньков, или, я бы даже сказал, накатали бы на побольше, поярче да по-артистичнее, по-артистичнее, наверное, смогли бы обойти немцев. Но, видите, не сегодня. Итак, Шинг-Сю, Джао Хонг-Бо, а даже Альбинони. Неполовецкие пляски. КОНЕЦ 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 Гран-при был 1998-1999 год, сезон этих годов, когда они приехали в Санкт-Петербург и выиграли. Вдруг никто не ожидал такого пассажа, они выиграли эти соревнования, когда как все было заточено под то, чтобы бережнаясь Хрулидзе выиграли те соревнования. Лена с Антоном наошибались, а китайцы были б***чны, это была их первая большая победа. Это было 10 лет назад, даже уже 11 получается что по сезонам. Затем они выиграли еще в Лионе на следующий год, потом еще два финала Колорадо-Спринц и Пекин, затем опять же в Санкт-Петербурге. Один раз проиграли Татьянянина и Маринину, два раза проиграли канадцам с бережной Хрулидзе. Чистейший тулуп. С вращениями у них что-то не очень дело сегодня обстоит. Кстати, у Мухортова и Транькова я тоже забыл отметить, что у них, конечно, минусов было, может быть, даже уровень потерянный в параллельном вращении, там они сильно разошлись. Я, если честно, сбился в подсчете оборотов у них, у обоих. Не повторят нам аксели, мне показалось, я, правда, смотрел на партнершу в этот момент, мне показалось, что он полуторный аксель-то сделал первый. Но ощущение от катания это, конечно, не меняет. Выбросы как по маслу. Даже волноваться не хочется. Такие эмоции, вот, Ялбиня. Да, это было катание. Кстати, конечно, хорошо подобрана музыка, в принципе, в произвольном катании, но могли бы еще потщательнее там монтировать в середине программы. 138 баллов они получают. Это их рекорд. Может, он чистый аксель сделал. Мне просто показалось, что он полуторный. Ну и бог с ним. 214 баллов. На 8 баллов они увеличивают свой личный рекорд. И, кстати, установленный в финале Гран-при 2005 года, когда они проиграли Татьмянину и Маринину. А, нет, пардон, 2005 год, это, наверное, имеется в виду, когда они как раз выиграли. 214 баллов. На втором месте тоже китайцы. 201 балл. На балл от них отстали на полтора Савченко-Жалковы. И в двух баллах от пьедестала Мухортова-Траньков. Немного, чуть более сдержанном катании, чем, может быть, хотелось бы судьям. Ну, бог его знает. Надо еще посмотреть на распечатки протоколов. Что там судьям так уж не приглянулось. Впиши на судьбы. В первую очередь.